Привет, друзья, подписчики мои! У меня сегодня небольшой бардак на столе, но это связано с тем, что сегодня мы... Я даже не знаю, что мы сегодня будем делать, если честно. Сегодня мы с вами посмотрим, так сказать, битва, сравнение, еще что-то, разбор, аналитика, называйте как хотите, скрепышей. И не только. К сожалению, друзья мои, к сожалению, первых скрепышей у меня нет здесь. Вернее, у меня есть, но у меня нету. У меня есть только пакетики. Вот такие вот пакетики. Честно признаться, я не знаю, насколько они настоящие. Мне их прислали тогда ребята с... Вот это точно, по-моему, подделка. Или нет, или фиг знает. Я... Нет, это, наверное, первые все-таки скрепыши, да. И мне их присылали. Они, просветить их было нельзя. А представьте, если мы сейчас найдем золотого, это же вообще будет разрыв шаблона. Вот такие вот скрепыши, пакетики. Я, честно, не знаю. Давайте я просто вам... Давайте откроем один, посмотрим. У меня вот их... А вот это пепси. Это пепси, друзья мои. Ну, их можно пощупать, кстати. Ну, куда посмотрим? А, нет. Я вообще промахнулся. Это не пепси, это вот такой вот бакс, бакс, бакс. Проблема первых скрепышей была в том, что они дико воняли. Дико воняли и разлагали общество. Вот такой вот пакетик. Хочу открыть еще какого-нибудь... А я почему подумал? Ну, здесь только что-то квадратное. Прям квадратное. А вот здесь что? Здесь непонятно. А вот тут что? Непонятно. А вот это что? Непонятно. А вот это что? Давайте откроем вот этот пакетик. Мне кажется, тут что-то будет интересное. Опа! А у нас тут смайлик. Вот такой красивый смайлик. Ну нет, слушай, я не знаю. Скорее всего, похоже очень на поделку. Потому что качество прорисовки полный отстой. С другой стороны, может быть, такое оно и было. Я фиг знает. Хотел вам сегодня показать в сравнении три коллекции. Значит, во-первых, у меня есть коллекция. Две коробки. Скрепыши 3 оригинальные. И вот такая коробка Скрепыши 4. Коробка от Скрепышей 3. Но вот так смотрятся две эти акции. В принципе, я вот сейчас, знаешь, по памяти они почему-то выскальзывают. Вот из этих штук. Я не понимаю, почему они выскакивают. Я когда в голове держал мысль, что была еще и третья часть, у меня почему-то в голове сложилась такая картинка, что вот это круче. С другой стороны, я вот сейчас их вместе так сравниваю, смотрю, и, в принципе, и вот это прикольно для того времени было, да, и вот это прикольно. Просто здесь была проблема в том, что вот эти были так себе, да, и монстры на каникулах не всем нравятся. Но вот эти вот уникальные штуки и Пепперониш, и Свинотыш, и Лайкыш, и Какашка Майнкрафт, и Звездочка Перламутровая, и вот Кактусиш, в этом что-то было. То есть это было прикольно. Это было интересно. Хотел еще с Приколышами сравнить. На самом деле Приколыши абсолютно лютейший, дичайший шелаг. Абсолютный мусор, не заслуживающий ничего внимания. Потому что ничего креативного здесь нет. Я, честно признаться, не понимаю, зачем вообще это было делать. То есть с точки зрения... Нет. Еще раз. По персонажам. На самом деле, давайте будем честны и объективны. Вот этот ряд абсолютно бесполезной фигурки. Для чего они, чтобы что, они максимально непонятны. Спонсорский. Вискос Феликс. Тут все понятно. Куар-код Магнит. Ну, окей, да? Я против Приколышей с точки зрения крепежей. То есть это не брелок, это не магнитик, это не пин. Это просто какая-то фигня, которая отваливает сама по себе. Даже не ломается, а просто отскакивает. Ее цыплялка отскакивает от самой верхушки. С одной стороны, в плане животных, ой, в плане животных, в плане персонажей. Тики Тока, да? Почему нет? Лам Ламыч, офигенный. Пинки, крутая. Бананза, Авокадош, да? Какашич, Бум, Собакин, Фритюр, Изи Крейзи, Упс, Дон Педро и Пандочка. Акулит, да? Вот это все. Они офигенные. Это реально очень классные. Единственное, что отвратительная реализация. То есть, по сути, как будто они хотели выпустить Скрепыши 4 еще тогда весной. Но подумали, что давайте мы сделаем что-то новое. Новое не получилось, никому не зашло. Вот. Поэтому прикол уж и все. Ну и еще у меня, кстати, третий Скрепыши 2. Вот такая у меня коллекция. Моя легендарная рамка. Они, кстати, я вот сейчас смотрю. То ли со временем, они у меня просто на стене висят. То ли от времени, то ли еще от чего. Они как будто тускнеют. У меня есть Скрепыши 3. Вот на такой подставке. Вешалки такой. Они, кстати, смотрятся норм. Вниз головой прикольно. Но, опять же таки, существует много разных альбомов для Скрепыши, для Бравлов и бла-бла-бла. Есть люди, креативные умельцы. Помните, раньше была передача «Очумелые ручки». Вот, соответственно, оттуда и пошло все это дело, что... Что-то сделать своими руками. И вот есть ребята, которые уже четвертый год... Третий год подряд, потому что все-таки они пропускали немножко эту акцию. Первой Скрепышей не было ничего. И они пропустили. Они делают альбомы. Альбомы, которые раскрываются на три части. И там есть липучка, куда вы можете прикрепить своих Скрепышей. Там даже кое-где, в некоторых альбомах, есть даже описание чего Скрепышей там. Приколочники там тоже были. Я покупал такой альбом в том году. Честно признаться, шляпа. Потому что, во-первых, его надо раскрывать на три части. Он должен где-то у вас стоять. Эта вот липучка, она отрывается. То есть, взять с собой плохо, потому что они будут там дребезжить. Отвратительные альбомы. Я, который там покупал себе, его кому-то отдал. Я против альбомы. Мне нравится эта штука гораздо больше. Во-первых, во-первых, зачем вообще тебе нужен альбом для третьих-четвертых Скрепышей? Если вот как бы он есть. Зачем тебе покупать, да? Альбом, вот эта штука стоит две сотки. Вот купи, вставь в нее. Все. Единственное, что нюанс, что вторую серию ты в этот альбом не вставишь. Она, получается, как будто будет вверх ногами. Ну и первую, соответственно, ты тоже в нее не вставишь. Это проблема. Вот. Но покупать отдельное альбом... Вот эта штука крутая. Ее можно взять с собой. С ней ничего не происходит. Она четко держит. Ее сразу, ты говоришь, вот моя коллекция. Сразу все красиво видно. Все супер. Мне очень нравится. Альбомы такое себе. Пакетики хотел еще посмотреть, по-моему, сегодня показать. Сравнить. Хоть сегодня такое странное, сумбурное. Да накипело, я не знаю. Ну, серьезно. Магнит. Камон. Где? Хотел сказать. Калё, камон, алё. Где мерч? Где тейбл тенты? Где шелфтокер? Где стойка для всего этого? Ничего этого нету. Я вспоминаю. Третьи скрепыши. Ну, во-вторых, скрепышах вообще... То есть, так странно. Я просто... Почему? Никто бы даже слова не говорил про мерч, если бы вы его не делали. То есть, в случае Завров из Пятерочки. Да, у них там мерча не было, только вот альбом и четыре динозавра. Вопросов к ним нету, потому что они не делали никогда особо ничего такого. Они даже постирателем... Ну, постирателем, правда, были там какие-то фигурки-кружки, но все равно это было по лицензии, там чуть другое. К ним вопросов нету по мерчу. Скрепыши один, когда выходили, там, я помню, и какие-то трубочки, светоотражающие брелочечки, что там еще, надувные шарики, какая-то куча всякой фигни, но она была. Вторых скрепышей тоже ничего, но спасибо, что можно было купить, потому что первых скрепышей купить было нельзя. Третьих скрепышей снова, и ручки, светоотражалки, линейки, бреллейки и так далее. Круто, но они появились спустя там по полторы недели. Более того, еда, куча жратвы, скрепыши два, вот сейчас куча жратвы, скрепыши три. Где скрепыши четыре, магнит, я не понимаю, понимаешь? Я не то, чтобы вас ругаю. Мне, в принципе, в общем и целом, кто я такой, да? Мне по барабану. Есть у вас мерч, нет у вас мерч. Я с точки зрения потребителя говорю, да? Но я вас не понимаю. Это же ваша фирменная акция. Короче, этого нет ни у кого. Почему бы вам сразу как-то прям, значит, нахлынуть, нагрелуть и сделать круто? Почему этого нету? Ну, то есть, еще раз, либо у вас там и так все отлично, либо я не понимаю. Вот. По пакетикам. Первую серию просветить невозможно. Вот такие вот полиэтиленовые пакетосики. Че я говорил? Че я говорил? Значит, полиэтиленовые пакетосики. Вторая серия вот такая. Уже можно было просветить наши легендарные ролики. Третья серия тоже. Кстати, они по размеру одинаковые. А вот четвертая как будто пакет урезали. Ну, прям явно... Ну, вот такой желтый возьмем пакет. Прям явно что? Вот урезали, прям видно. Хм, так странно. А вот, собственно, все, что я хотел вам сегодня сказать, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте. Лукасу нажимайте на динь-динь-дон-динь-дон. Сами был еще чуть-чуть не гамошек. Громно спасибо всем, что были сегодня со мной. Всем удачи, всем. До новых встреч. Новый ролик всем скоро. Всем... А, да. Лайкос, подписка, комментарии. Как вы относитесь к крепышам? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8. Напишите просто в комментариях. Мне интересно будет это почитать. Все. Всем удачи, всем. Всем, что пока-пока, ребята. Чао-пока.